Другим темам. Искусственная вентиляция легких для реанимации в пути. Сегодня в 9 районов области отправились новенькие автомобили скорой помощи. Газели, УАЗы и Соболи оснащены самым современным оборудованием, которое позволит поддерживать жизнь пациентов по пути в больницы из самых отдаленных деревень. Подробнее расскажет Рута Келлер. Совсем скоро этот новенький УАЗ отправится в Новосибирскую районную больницу номер 1. Там его без преувеличения заждались. Самые пиковые сезоны для санитаров – весна и лето, когда к пациентам приходится выезжать на даче. И по бездорожью на таком автомобиле в самый раз. Для нас крайне важно сегодня иметь вот такую проходимую новую машину, чтобы можно было своевременно оказать помощь жителям Новосибирской области и города Новосибирска. Потому что летом это все жители города Новосибирска. Да и по комплектации новая машина не сравнится с прежней. Она соответствует всем новым стандартам. В салоне имеется и аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, новые электрокардиографы и даже специальные зимние матрасы, которые позволяют в любой мороз вести пациента. Мы обсуждали в больнице недавно задачу золотого часа. Вот с помощью этого. Конечно, конечно. То есть несмотря на то, что я сказал, что это категория Б, это не реанимация, но это сегодня очень близко. Разницы практически на сегодняшний день уже и нет. То есть почти реанимация. Почти, да. То есть здесь можно оказать уже просто неотложную медицинскую помощь. Не просто довезти. Сегодня новосибирские медики получили ключи от 24 новых машин скорой помощи. 15 автомобилей на базе «Газели» отдали в распоряжение областной станции. Остальные отправили в райцентры. Мы приобрели 36 новых автомобилей. Такими темпами, примерно такими темпами нужно закупать санитарную технику ежегодно. Ну и в своем выступлении я сказал, что очень важно, что в новых национальных проектах, в первую очередь проекта «Здоровье», которые запущены по инициативе президента и по указанию президента, направление по приобретению санитарной техники, оно также присутствует. Впереди строительство новых ФАПов и реконструкция старых. Уделят внимание и новосибирским поликлиникам. В планах отремонтировать 8 медучреждений. Рута Келлер, Алексей Погодин. Новости ОТС.